У первый день до терминового голосования на референдуме по Конституции поводля информация Центр Выбор Кама. Явка грамадян склала 6,19%. У Гродзенским регионе 22 лютого в делу кампании приняли больше за 30 тысяч жигаров. Продуктивное привыканание всех нормов выборчего кодекса прошло первый день до терминового голосования на участку организованном уголовном корпусе Гродзенского Державного Аграрного Университета. Тягом одного дня тут проголосовали больше за сотню выборщиков. Ирина Юшкевич, продолжить. На участку номер 18 кабинки для голосования амаль не пустують. Спокойно, без ажиотажу чергов, Гродзенцы продавляют пашпорт, берут бюллетень и идут голосовать. Урна добра проглядается, и она была печатана на передаче 22 лютого до старту до терминового голосования. У ее уже есть бюллетени, больше за сотню. На нашем избирательном участке номер 18 Ленинского района города Гродно голосование проходит в штатном режиме. Из почти полутора тысяч избирателей, зарегистрированных по нашему округу, порядка 10% уже проголосовали. И я думаю, комиссия наша и условия, которые созданы здесь, будут достаточными для комфортного обеспечения воли и изъявлений наших избирателей. Комиссия в эти дни працует до 19-ти годин, с перепынком на обеденный час с 14-ти до 16-ти годин. Такий график вызначен на усе дни до терминового голосования. Прийти на участок и отдать свой голос может каждый выборщик. Тлумачить, чему вы решили голосовать ранее 27 лютого, не доведеться. С собой требует иметь только документ, который подвержит особу. Я сегодня пришел проголосовать, потому что на выходные, к сожалению, не могу это делать, потому что у меня работа. Я считаю, что каждый гражданин должен участвовать в референдуме и не быть безучастным в будущем своей страны. Почему решил проголосовать? Считаю то, что как никому, как нам жить в этой стране, создавать самим конституцию, пониже и жить, строить что-то новое. На участку отсутствует какая-нибудь агитация. У бюллетене одно вопрос. Те принимаются в изменении и дополнении у основный закон. И два квадрата – за, и супрать. От знака должна стоять только у одного из них, иначе бюллетень признается несоправдным. До речи, как поправки были приняты, треба, как у референдуме, взяли у дел больше за полову граждан, уключенных у список. На базе нашего университета расположены два участка для голосования. Один участок в основном голосуют студенты. Прежде чем принять участие в таком голосовании, было доведено до сведения всех студентов о том, что можно предварительно отдать свой голос как участника референдума, о значимости этого референдума для страны, для каждого молодого человека, о перспективах развития, то, что об изменениях Конституции. Это, конечно, вызвало интерес. Почему? Потому что со студентами встречались и руководители, то есть и я, и губернатор, значит, и представители других структурных подразделений, вертикали власти. Поэтому студенты подготовлены к голосованию. Вчера был первый день практически, будем так считать. И этот начальный день где-то около 60, мне говорят, около 100 студентов приняли участие. Обстановка нормальная, значит, у нас в Буче всегда, значит, на такие важные мероприятия. Значит, коллектив университета тоже настроен оптимистически, значит, и преподаватели, значит, и опять же этой теме будет сегодня посвящен и Совет университета, значит, где косвенно также будут касаться вопроса референдума. Я думаю, вообще мы живем этим знаменательным событием, и наш университет будет, ну, наверное, в числе многих учреждений высшего образования нашей страны, которые примут активное участие в референдуме, где отдадут свой голос. Все знакомы с изменениями Конституции, основными положениями Конституции. И, конечно же, от молодежи, от всех граждан зависит будущее нашей страны. Особенно людей интересуют, значит, эти изменения, связанные с разделением власти, значит, с продолжительностью сроку президентства, в том, что, значит, наша страна, вернее, акцент сделан на социальный сектор, на такие утверждающие положения, которые направлены на обеспечение, ну, высокого статуса, социальной защищенности граждан. Поэтому, конечно, люди будут голосовать за это, за эти изменения. Каждый хочет жить хорошо, каждый хочет быть патриотом, и все это находится под надежной защитой государства. Все это отражено в этих изменениях в новой Конституции, поэтому и люди придут на голосование. Эпид-обстановка дыктует свои умовы. Члены комиссии забеспечены сродками индивидуальной обороны. По той же причине прибраны шторки на кабинках для голосования. Гэта нияк не перешкоджая захавать тэмницу волевые улення. За гэтым на каждом участку пильно сочат на зеральники. У Беларуси акредитованы свыше 130 международных и каля 44 тысяч национальных. Кожный выборщик може абрать зручный для себе час и дату, ка паддаць свой голос. Детерминовая продолжаться по суботу, 26 лютого, у Ключна. Участки у гэту час будут працаваць с 10 до 14 годин и с 16 до 19 годин. У основный ждень референдуму 27 лютого прахаласаваць можна будзе с 8 раніцы до 8 годин вечера.